Вы помните Виталия? А он о себе напоминает. Жители микрорайона Навлянский теперь смогут наблюдать за процессом создания нового рисунка местного уличного художника. Не так давно Виталий дал нам интервью, в котором рассказал о своем творческом пути. Им тут же заинтересовались. Мне написала Богданова Анна, я забыл отчество, и предложила сделать работу. И я согласился. Я пришел в ДК «Химик», поговорил с ними. Мы в итоге обсудили, какую картинку, и вот сошлись на этой. Выбор персонажа был затруднительным. Художник упорно отстаивал свою позицию по поводу изображения. Сразу этот эскиз решили делать, или сначала были другие? Нет, был предыдущий, и там был персонаж Джинкс, но им не понравился. Они сочли, что персонаж негативный. Я считаю, что он очень популярный, классный. А то, что читать о нем в Википедии, не стоит. Надо посмотреть сначала Аркейн или поиграть Лигу Легенд, чтобы осуждать какого-либо персонажа. Виталий работает по желанию и использует свои краски. В день, когда мы застали его за рисованием, стояла невыносимая жара, но энтузиазм художника был неумолим. Тем не менее, работы впереди еще много. А здесь еще будет фон розовый сочетаться с работой, которая за углом. И здесь будет другой художник, Иван Пугачев, будет доделывать шрифты. То есть на фоне будут шрифты, розовый фон и, скорее всего, белый вот так в круг шрифт. Виталий пообещал закончить работу к началу сезона дождей. Грозит ли творению разрушения? В целом она не должна осыпаться. Но я крашу поверх предыдущего покраса, и я не знаю, насколько он качественный. Я отшелушил все, что отшелушивается, и постараюсь максимально качественно все сделать. Но, увы, если осыпется, то я не виноват. За день Виталий посвятил работе над рисунком 7 часов. Все для того, чтобы, проходя по Новлянской ривьере, жители говорили, какая красота. Виктория Федосеева, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.